Пассажиры рассчитывали на долгое ожидание, но время провели с песней. На один вечер Курумыч превратился в концертный зал. У микрофона самарская группа и хедлайнеры Уральского музыкального фестиваля. Такого Курумыч еще не видел, хоть и привык приятно удивлять самарцев и гостей, являясь воздушными воротами города. Здесь уже был и балет, и опера, и танцы. Но вот атмосфера рок-концерта с живым звуком – это что-то новенькое. Мы видим, что с большим интересом люди, конечно, очень удивляются, теряются, потому что, приходя в аэропорт, наверное, это последнее, что ты не ожидаешь встретить. Громкую музыку, живую, яркое выступление артистов. В аэропорте это вообще необычно, потому что здесь столько людей куда-то бегущих, спешащих, но они заставляют остановиться. Этот концерт – приглашение на музыкальный фестиваль в Екатеринбурге, куда в конце июня съедутся как известные музыкальные группы, так и новички. Это первая фестивальная площадка в России, где нет ограничений по формату. Аэропорт, потому что хотелось поделиться частичкой, погрузить гостей города в праздник, в ощущения фестиваля, музыки. Открыли вечер самарские парни, а вишенкой на торте стало выступление группы «Ромарио». Лирические рок-композиции, вдохновение для которых артисты черпают повсюду, но с аэропортами связана отдельная история. Единственный наш до этого, в нашей истории нашей группы, единственный концерт в аэропорту, он был именно в Курумаче, но прямо в противоположной ситуации у нас была задержка рейса часов в семь, и мы уже не знали, что делать, и мы уже породнились со всем этим рейсом в Москву, и мы просто сели и сыграли там концерт. Мало кто знает, но именно «Ромарио» – автор нашумевшего хита Валерия Сюткина о невозможной любви двух столиц. Ребята исполнили свой авторский вариант. В зале ожидания аэровокзала были и те, кто концерту не удивился, а знал о нем заранее и специально преодолел сотни километров. Игорь Коблов последние несколько лет не пропускает ни одного нового трека группы. Рассказывает, когда-то случайно услышал ребят с кем-то в дуэте. После этого понял – это его группа. Получилось так, что ни одна из песен, которые играл «Ромарио», не прошла мимо меня. Но вот бывает, это твой исполнитель. Все, что он играет, все, что он играет, это все ложится. Вообще нет ни одной песни из тех, которые я слышал, которые… Извините, будем петь вместе. Еще больше живых выступлений любимых групп можно будет услышать 28 июня в Екатеринбурге. Вход на фестивальной площадке «Свободный». Мария Левина, Василий Кладашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова